В Госстройжилнадзоре подвели итоги первого года работы системы лицензионного контроля управляющих организаций. Напомню, с 1 мая 2015 года все управляющие компании в регионе начали работать на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. С указанной датой их работа проверяется инспекцией в форме лицензионного контроля, имеющего свои законодательные особенности. Право управлять многоквартирными домами на территории Нинецкого округа сегодня имеют 19 управляющих компаний. Все те, кто остался на рынке, несмотря на ужесточившиеся требования законодательства. Лицензия на право управления дается бессрочно, но и в случае грубых нарушений забирается навсегда. Законом создано несколько препонов на случай создания так называемых клонов управляющих компаний. Должностные лица управляющих компаний, которые получают лицензии, они проверяются на отсутствие судимости и на отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц в налоговой инспекции. Система лицензионного контроля управляек уже показала свою эффективность. По словам исполняющего обязанности начальника инспекции госстройжилнадзора Сергея Абрамовского, жалоб жильцов в ведомство стало меньше, а нарушения управляйки стали исполнять все охотнее. Это напрямую связано и с тем, что с прошлого года были увеличены штрафы за невыполнение предписаний инспекции об устранении нарушений. В административный кодекс внесены были изменения, которые подняли планку штрафных санкций за невыполненное предписание. А если раньше это было, как я сказал, от 10 до 20 тысяч, сегодня это от 200 до 300 тысяч. Помимо этого, если управляющие компании не выполняют предписания, то после того, как мировой суд их дважды в течение года выносит такие решения, управляющая компания теряет право управлять этим домом, где она допустила такое нарушение. Продолжая тему жалоб, сотрудники инспекции отметили, что больше всего жильцы многоквартирных домов недовольны суммами в квитанциях на квартплатум. В большинстве случаев эти жалобы обоснованы. В инспекции проверяют правильность начисления и получается, что управляющие компании допускают нарушение правил расчёта оплаты. Это касается всех услуг – водоснабжения, электроэнергии, отопления, общедомовых нужд. Не всегда, допустим, снимают правильные показания приборов учёта, не всегда применяют правила, которые необходимо применять в данном случае, то есть упрощают себе, грубо говоря, работу. Например, когда нужно рассчитывать, допустим, по средним месячным показателям, они ждут, когда жилец им снова подаст показания приборов и так далее. В целом, по итогам года, Госстройжилнадзор наметил положительную динамику в работе управляющих организаций на территории региона. Для этого инспекция налаживает обратную связь со всеми субъектами в сфере управления многоквартирными домами и хочет того же от управляющих компаний. Наша цель, чтобы жильцы, как потребители услуг и управляющие организации, как исполнители этих услуг, чтобы нашли между собой общий язык, чтобы умели договариваться между собой. Какие-то спорные моменты, какие-то несогласия, чтобы они решали это не через органы власти, не через суд, а между собой договаривались. Для этого с июня этого года Госстройжилнадзор начинает серию выездных приемов граждан непосредственно в офисах управляющих организаций. Так, оперативно, в присутствии сотрудников ведомства и представителей управляек, не подавая жалоб, можно решить накопившиеся проблемы. Первый такой прием пройдет 8 июня в управляющей компании службы заказчикам.